Всем привет! С вами Маруся. Сегодня прогулялась по магазинчикам. Нужно было сходить купить скатерти для готовки на стол. Искала скатерти и нашла. Самое интересное нашла. Нашла, как сказать. Постелила сейчас сюда. Попробовать. Это одноразовые скатерти. Такие длинные. У меня там такой кусок висит. Можно несколько раз застелить. Причем довольно приличная. По качеству. Не сказать что там совсем тонкая. Хоть одноразовую, но она довольно плотная. Я взяла вот с такой расцветочкой. Вот с такой расцветочкой. Расцветочек очень много. Такая красота. Праздничные такие. Хорошие скатерти такие приятные. И они главное что длинные. Такой кусок еще. Хороший. Вот на лету у кто на дачу большие столы ставит. Вообще красота. 69 рублей. Я знаете как еще смотрю? Кто производитель? Самый интересный производитель Новосибирск. Никитай. Новосибирск. Вот если забить интересно. Может у них свой сайт есть. И посмотреть. Может у них на сайте дешевые они. Я посмотрю. По их адресу пробьют. Посмотрю. Иногда вот у продукции бывает у них свои магазины. Но мне очень понравилось. Я даже еще раз схожу в магазин. Там еще несколько расцветочек интересного было. Купила вот такую открывашку. Консервную. Блин. Это какая-то болезнь. С этими консервными открывашками. Ломаются они. Ну что проверим. Как она. Муж скажет. Ну опять фигню купила. Потому что эти консервы. Открывашки такие. Они неудобные. Оно действительно тяжело лежит. Потому что крышку срезает. Я не щучу. Оно реально тяжело лежит. Что-то у меня получилось. Она как бы крышку. Вот эта вот. Которая накладывается. Срезает. А тут такая мягкая. Не режет ничего. И тут не режет. Так прикольно. Короче надо к ней пристраститься. Может я что-то не так делаю. Буду учиться. Ну ничего вроде отрезала. И главное безопасно. Не режет вот эти вот места. Это вот тут я попортила. Поначалу. А тут вообще прям они. Какие-то у нас закругленные. Может она еще закругляет. Как-то я не знаю. Ну короче вещь. Интересная. Будем тренироваться. Это я горшок купила. Цветочек хочу. Декабрист свой хочу пересадить. Он у меня там. Сейчас покажу. Вон он. Мой декабрист. Ох. Листь цветет. Но ему. Ему. Во-первых горшок неудобный. Во-вторых земля настолько пересохла. Что его нужно срочно пересаживать. Этому декабристу. Сейчас скажу. Двадцать два года. Он очень-очень у меня давно. Он светет. Он радует. Красотища. Ну. Конечно. Надо пересадить. Потому что земля пустая. В воду лью. Она просто сливается. Потому что земля пустая. Нужно срочно его пересадить. Поэтому купила ему горшок. С насадкой. Вот такой вот. Специально. Чтобы подвесить. Горшок недорогой. 110 рублей стоит. Вообще нормальный. Хороший. У меня дочь такие покупает. Себе цветы пересаживать. Мне понравилось. Что себе купила. Это собаки. К ней подруга прибегает. К нашему псу. И. Короче. Берет миску у него. С едой. И утаскивает за забор. И где-то в снегу потеряла миску. А у нас их две. Одну мы заносим. А другую выносим. И. Чтоб тепленькая была. Ну. Украла миску. Вот. Прошелась купить миску. А то собака. С одной миской осталась. Это я миску купила. Что-то. 120 рублей. Что-ли. Это. У китайцев. Брала. Такая там. Хрень. Вот эта. С металлом. А эта все-таки плотненький. Такой металл. Ну. Это соус поливать. Да что. Но это я не для этого взяла. Это я взяла. Знаете. Да что. Нам частники возят молоко. А молочко постоит. И сливки отстаиваются. Я снимаю свои сливочки. Мне приходит туда залазить ложка. А ложкой много не наберешь. Я давно хотела такую вот. Чтоб она пролазила. И снимать сливки. Я всегда снимаю верхние сливки. Молоко потому что жирное. Сметану-то делаю. И вот эту штучку я давно хотела купить. Я ее нашла. Потому что ложкой неудобно доставать. Хорошая вещь. Что я купила еще. А. Вот такие вот. Ну это. Перед плитой ее. На кафель. Ну. Типа фартука наклеивать. От жира. Да что. Вот мне надо заменить. Это у меня уж забрызганное. Хочу свеженькое сделать. Вот. Она дешевенькая. Я не одну такую взяла. А эта по-моему с хлебом что ли там. Не знаю. Сейчас открем. Посмотрим. Они дешевенькие. Их можно это. Так попортилось. Поменять. Собственно говоря. Это по-моему побольше размера. А. Тут побольше. Здесь такой хлеб. Хлеб. Яйца. Мне нравится. Очень удобно. Его если красиво наклеить. Он симпатично смотрится. Помыл. Их и мыть можно. И если уж совсем. Как говорится. Поиспортилось. Выкину. Свежую наклею. Вот такой набор салфеток купила. Для выпечки. Это чтобы на тарелочку ложишь. Аж там выпечку. Типа салфеточек. Типа салфеточек. Ажурных. Маленькие. Большие. Тут несколько размеров. По 10 шт. Можно на тарелочку. Можно что-то в нее завернуть. А это фикс-плей сходило. Я решила все цветы. Блин. Не посмотрела. Оскол. А может это я уже сделала. Наверное. Такое взяла уже. Ну ладно. Ничего страшного. Хочу цветы пересадить все в керамику. Зашла в магазин в один. Где покупала горшок для цветка. Пластмасса тонкая. Тонкая. Ну вообще тонкая. Хрупкая. А я цветы вношу летом на лицо. Солнце пластмассу разрушает. Соответственно через какое-то время буквально вот она крошится. И надо цветы пересаживать. Я решила все в керамику пересадить. Потому что я цветы выношу на солнышко. И на керамике. А вообще вот этот вот сейчас горшок. Прежде чем посадить. Чтобы вот этих сколов дальше не было. Куплю бесцветный лак. И пройдусь бесцветным лаком. Это. Во-первых меньше он будет колоться. Во-вторых не будет облакляться. Лаком пройдусь. Прежде чем пересадить. А вообще горшки ужасное качество пластмасса. Смотрю выбираю. Вроде симпатичный. Все горшок красивый. Ну хочется интересный какой-то взять. Берешь пластмассу. Она вот тонкая. Тонкая. Горшок стоит 250-300 рублей. Я думаю мать ты не горюй моя. 200 рублей в экспрессе керамика. Пластмасса 250. Да я лучше керамику возьму. Да конечно хлопка аккуратнее с ней надо. Но пластмасса 250 горшок. Вот такого размера. Это уже я не знаю. Это уж слишком. Поэтому я сейчас полностью перехожу на такие горшки. Фикс прайс ходите. Кто особенно огородом заниматься. У них сейчас наполняется огородными принадлежностями. Вот купила гуми калийный. Он это уфимский баш производства. И мне нравится очень это. Ихнее производство. И именно ихнее производство. Всех вот этих вот натуральных удобрений. Для выгребных ям. Много у них вещей хороших. Я у них всегда беру. Ихние его производители я всегда беру. Мне очень нравится. И вот этот вот гумик 50 рублей. 55 рублей. Я удивилась. В магазине в Садовом он намного дороже будет. Я взяла. Потому что летом все равно поливаю гуминовыми кислотами. Это нормально. Вот тоже гумат 9. Микроэлементы. Это я тоже добавляю. Гуматовые вообще подконки не хорошие. Но не злоупотребляю все равно. Стараюсь не злоупотреблять. Но взяла. Для цветов подойдет. И там семена появились. Ну как мы мимо семен пройдем. Аж руки трясутся. Еще тут увидела в интернете, что в светофор сейчас стали завозить луковичные. Так меня уже начинает трясти. Я уже не знаю, как мужу сказать. Давай съездим в светофор. Потому что появились луковичные. А сама думала, может не стоит. Куда мне их сажать? Бальзаминчик вот такой взяла. Попробую посадить. У меня роза бальзамин. Причем он как многолетник же растет. И свел красиво. Вообще нравился мне. Ванька мокрый. Единственный минус у него. Это белокрылка поражает. Это я всегда сажаю. Матиолу. Она мне вообще нравится. Это просто в огороде посеять куда-нибудь вместе с цветами. Она не цветы, не красота в ее цвете, а в запахе. Такой аромат вечером стоит во дворе. Просто прелесть. И поэтому такую вещь я всегда беру. Всегда сею много в горшки, в огороде везде. Этот запах просто был для меня. Свои семена собирала, но не могу найти. Что-то нет. И вот бархатцы взяла. Какие-то гиганты. Не знаю. Махролы гиганты. Хотя у меня есть крупные бархатцы свои. Я свои семена собрала. Но там много семян появилось интересных. Вот взяла семянки. Вот такой вот. Но без этого более пройти не могу. Сухарики. Это моя блажь. Я всегда беру, что я там сухарики беру в фикс прайсе. Ну и вот горшочки. Вот такие у меня небольшие покупочки сегодня сделала. Всем моим подписчикам привет. Все, кто пишет мне комментарии, огромное спасибо. Мне всем нравится, что вы со мной общаетесь. Всем, кто хочет к нам подписаться, подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещения о новых наших видео. У нас в ближайшее время интересные видео должны выйти. Поэтому не забывайте про нас. Заходите. Смотрите. Я тоже к вам заглядываю. Смотрю ваши видео. Пишу вам комментарии. Бывают случаи, прям вот вчера буквально. Хотела девушке одной написать комментарий. Не знаю, что может YouTube, что-то. Может у нее что-то с настройками не то. Так что следите за своими настройками на YouTube. Хотела написать комментарий. Он мне пишет на данное видео, комментарии закрыты. Странно. Хотя комментарий там уже один был написан. Думаю, ну что такое. Еще раз попробую. Ничего не понимаю. То ли что-то с настройками у нее получилось, то ли еще что-то. Ну я, конечно, палец вверх-то поставила. Но хотела ей комментарий написать, потому что мне видео понравилось. Ну вот. То ли у нее что-то с настройками, то ли YouTube. Но не знаю. Поэтому следите за настройками. Иногда бывает сбивают. Люди случайно нажимают мне туда или еще что-то. Обидно. Хотелось написать комментарий. Так что и вы пишите мне комментарий. Ставьте лайки. Всем пока.